Хотел сегодня показать вам кое-какие подарки, которые мне Вика с Никитой привезла из Киева и заодно хотела дать маме, кто-то там казал, что это пижама, только я ее только постирал, она еще немножко влажная, но я хочу, чтобы ты помирял. Она влажная, она постирная, просто что она полностью еще не высохла, ничего страшного не было. Вика с Никитой приехали из Киева, они сейчас приехали, живут в Киеве и приезжали вчера, вчера с ними встречались и вы камененовую капсулу привозили на зиму. Куртка. Такая вот курточка. Это Заровская куртка, теплая, водонепроницаемая, черный цвет. Угу. 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 Капсулы. Покажу XL размер. Это Никита мерил на себя, только он был брал L-ку, но я сказал, чтобы от него больше взяли, потому что, ну, надо XL-ка, чтоб можно было зимой какой-то свитерок там садить. Вообще она, она такая теплая вот внутри, что сюда даже можно такую легонькую какую-то кофточку одеть и все. И больше на что не надо сейчас. Красивая. Мне нравится, что тут замок хороший в этой курточке. Рукава с мягким этим внутри. Как она называется вот эта штука? Манжета. Сейчас покажу. О, Пума. Да. Хорошо тебе. Тепло. Поближе сюда, да? Я хотела, я говорила ему, что я такое хотела. Я когда-то видела в Айкеке такого типа. Мы ехали, когда в Турции женщина была. Но мы были-то, а не было в Айкеке таких костюмов. Ну, я тебе решила дать, думаю. Точно? Или не будет жалко? Да, понятно. Хорошо, Света. Хорошо, да? Угу. Очень, кстати, тебе хорошо в этом. Сейчас его поставлю, чтобы надо сока. Да, я его постирала. Спасибо большое. Я думаю, что мне было не уроком. Может быть, поставим? Нет, я просто собитерниша хочу, как хочешь. А, понятно. Намет, да? Хорошо. Так, курточка. Ну, что там? Не застегивается? Ну, новый. Ой. Хорошо. Что? Я так толком, я вчера забрал ее, но я еще пошлю туда. Я еще даже так тебе не убираюсь, потому что… Свет включи. Было где машины, да, и… Господи, как в склепе тоже, так темно, я не могу. Да, ничего не видно, что я согласен. Что-то, когда она в комнате вообще закаливает. Мы вчера просто мерил. Ну, мне кажется, тебе что, великовато? Нет, абсолютно нет. Нет? Слушай, Вика с Никитой сказали, что если что, там могут поменять? Нет, хорошая зимняя куртка. Что, она великовато? Что, должна быть в прилипку? Рукава хорошая. По рукавам смотри. Это очень хорошая куртка. А с какого магазина? С ЗАРа. С ЗАРа. Очень красиво, да? Вот там, где у тебя вот этот костюм оттуда жил. У меня все с ЗАРа. Ну, не большая, не кажется, вам что ли? Да нет, Коля, ну ты что… На свитер еще оденешь. Да, на свитер будет тепло. Да? Да. Конечно, даже не… Сейчас обживываем. Все прикрыто и в тепле. Сейчас покажу кое-что еще. Мне тоже посмирался. А у Ольги Леонтьевны что есть? У бабушки немало ничего, чтобы змея покупать. А это Никита Цикаль был в магазине в Киеве, в Ивермоле. Есть видишь ты такая фирма УГ. Это УГИ, потому что у меня капсула новая. Что это? УГИ. У меня капсула новая, поэтому к новой капсуле разлагаются новые бутинки. О, теперь я буду такое носить. Это УГ мужской каучук. Водонепроницаемый. Какий каучук? Каучук. Нубук. Нубук, нубук. Каучук, Господи. Водонепроницаемые. Они внутри, смотри, какие теплые. Угу. Они не расстегаются. И вот тут есть такая липучка. Ты себе их раз на липучку. Зимой в них очень удобно. Я сейчас уже беру. Я вчера мерил, но мы мерили возле машины. Было темно. Я так не разобрался. А сейчас я проверю нормально, чтобы я понимал, как они будут на меня смотреться. Потому что если вдруг нет, то Вика сказала, что они поменяются. Вот. Их можно одевать и под джеймсы, и под спортивные. То есть, ну, они универсальные. Я вообще в прошлом году я хотел себе такое купить. У меня что-то мерил, 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 мерил. И как-то все. Думал, брать или не брать. А сейчас? Ну что, надо так заправлять? Можно заправлять, так? А можно сверху. Ну, когда сверху, оно так, знаешь, будет. Давай тебе чоботой разыливай. Зато они теплые. А когда ты будешь заправлять зимой, тебе, во-первых, сюда снег не будет попадать. И калоши. Санна, ты себе такие хочешь? Нет. А чего? Я такой не ношу. И просто они держат хорошо влагу. Смотри. У меня. Давай. Вкладай эту курточку. Все. И будет тепло. Ну тебе хорошо. Зимой тепло. Помоги в тепле. Главное же, чтобы они были легкие. Улы должны быть удобные. У меня куча обуви, но я не все могу носить. Ну я вам скажу, мне неплохо. Вот, пожалуйста, образ на зиму. Пожалуйста, укс. Они очень теплые. Снег. Потом раз себе разбился и пришел. Смотреть за ним. И курточка действительно хорошая. Вот свитер. Ну должна быть куртка свободная. Зимняя не должна быть в облипку, как ты носишь. Как ты носишь. Ну я, конечно, чуть-чуть поменьше вот так. Да не надо. Что это за бред? Чтобы было больше вот так. Ну, ну купи себе колбаса обстяной, если хочешь. Вот так можно будет свитерок какой-то поднять. Мне просто нравится тем, что она теплая очень, что можно легкий свитер одеть на зиму. И все. Спасибо, Вики. Спасибо, Никите. Ничего менять не буду. Ты хочешь вам померить, подивиться? Ну, я знаю, что у меня 40. Ну померена, это 43. Так удалена. Так у вами 43 размеры. Где? Конечно. Ага. Это большой размер. Скоро второй размер. Я тебе дам померить. Просто, чтобы ты понимала, кинулочок. Потому что ты не предлагаешь, у меня 39. Дай ложку маме. Так что ты меня нервил. Дай ложку маме. Принайди мне, пожалуйста. Да, померить называется. Поломочку. Давай. Не, мне вот эту ногу желательно. Свою ногу. Одну мне хватит. Две надо. Не, не, мне одну, пожалуйста, потому что той мне сложно. Да, я чувствую, смотри, здесь. У меня где-то я покупала в Лидле, у меня были такие, только немножко овощи. Классно, да? Очень удобно. В Италии вообще много я в один час закрою. А ты вернуешься? Мне небольшие, эти небольшие. Я чувствую, он впереди большой. Классно. Очень теплый. Снимай. А по мере ей? А? А? А ей по мере подойдут? Кому? Вот сей. Тут видишь такая подкладка, какая белая, красивая. Сколько стоит то эту? Эти стоят 4 800, а курточка 4. Это нормально для зимних вещей. Для курточки. Это из Зары, да? Да, но Вика говорила, что вот эти не убиваемые, что они не на один сезон. Вот эти можно пару лет носить. Главное за ними хорошо. Видишь, они не твердые, они мягенькие такие. Такая кожа. Ну, ну, Бог говорит, это верблюжья кожа. Чего? Кенгуру? Нет, верблюжья. Блюжья, но мне не очень нравится. Главное, что не махать себе. Мне нравится? Не носить сюда. Да. Вообще вещи надо покупать. Вот у меня иногда бывают такие, что вот вещи старенькие. У меня говорят, вот поменяй бы. И вот тут мне нравится эта вещь. Есть вещи много, куча нового, а они тебе не нравятся. Да. А есть старые, вот такие даже старые вещи, но они тебе очень нравятся, и ты не хочешь с ними расставаться. Чарли, спрыть, набегався. Я ж так и хочу купать. Конечно. Вот он вчера целый день там бегал, бегал. Вот мы приехали в российский город. У меня не было дома. То он вечером упал, он должна отсюда потом выходить. Ну, набегался, да. Печатаю. Надо вот такие штуки специальные, чтобы они... Я не умею вот это делать, надо их так задержать. А зачем ты? Чтобы держали форму. О, видишь, вот так надо. У тебя продаются же специальные такие. А там внутри есть вот эти такие, как бумаги, помнишь, делали? Как их складывать, я не знаю. Так. И вот там. О, спасибо. Это фирма. Поним? Фирмовый магазин. Вон есть подделки, а есть настоящие. Типа крокса вот такой. Да, да. Это вот настоящий подделочный. И пакетик, бач? Вон, смотри. Ко-а-ла-би-ком-юа. Гениально. Шипрозрачный. Шипрозрачный таки. Поэтому зимняя капсула у меня уже есть. Ну, как есть. И что, она, конечно, не полная. Мне надо свитер купить красивый, у меня зиму шарпи красивый. Шап и зерчатки, чтобы быть красивым. Спасибо большое. И за ноги. У нее такие ножички тоненькие. А он хопает иметь. А вот такие субы гости. Я возьму за пальцы тоже. Такой одеял. Вот так. Ну, как же, что кто-то здесь. Ну, да, який баран. Какой-то. Вон, она сейчас вертается без ложки. Греться хочешь? Греться. Спасибо.